Выдающийся композитор, педагог-наставник, пианист и дирижер. Самарским зрителям представили документальный фильм «Дмитрий Кабалевский в Самаре. Воспитание ума и сердца». Автор картины и режиссер Виктория Гармашова. В съемках были задействованы педагоги, концертмейстеры и хоровые коллективы. На премьере побывала Ксения Баканова. Один из самых ярких композиторов советского периода. Его музыка заряжает положительной энергией и неподдельным оптимизмом. Все это о творчестве Дмитрия Кабалевского. Режиссер Виктория Гармашова познакомилась с ним, когда училась в школе. Во втором классе сочинила музыкальное произведение. Назвала его «Черное море». Вдохновленная и окрыленная девочка решила сыграть его учительнице. Педагог высоко оценила талант своей ученицы и предложила поучаствовать в конкурсе Кабалевского. Старания не прошли даром. Виктория заняла первое место. Я очень хорошо помню, как Дмитрий Борисович Кабалевский вышел на сцену, поздравил меня, приобнял меня, погладил по голове и сказал, этой девочкой надо продолжать заниматься, с нею будет толк. И вот в память об этом прекрасном, теплом детском воспоминании и о том вкладе, который Дмитрий Борисович Кабалевский внес в музыкальное образование детей и юношества, посвящен наш фильм «Дмитрий Кабалевский в Самаре. Воспитание ума и сердца». Премьеру представили в кинотеатре художественной. По словам режиссера, хорошие фильмы не рождаются из пустоты. За плечами полгода плотной, кропотливой работы. Написание сценария, десятки дублей и серьезный монтаж. В создании документалки участвовали те, кто был лично знаком с композитором и его творчеством, концертмейстеры и педагоги. Также пригласили хоровые коллективы и академический симфонический оркестр Самарской филармонии. Дмитрий Кабалевский был педагогом-наставником, лучший музыкальный друг детей. Так его называли друзья и коллеги. Это дирижер и композитор, и пианист, и педагог, и общественный деятель. Вот эта многосторонняя деятельность у него как бы посвящена все равно одному делу – воспитанию детей. У него не было скидок на то, что это дети, и они могут играть не так, как играют профессионалы. Зрители отметили – название фильма полностью отвечает его содержанию. Ведь музыка воспитывает и формирует человека. Его сердце и ум, чувства и убеждения – духовный мир. Что-то узнать новое, что-то получить, спросить, сделать своими руками, сыграть. Сыграть легкую пьесу, затем труднее, труднее. Ум, а сердце, ну, добрый человек не может. Музыкальный человек, который любит музыку, не может быть злым просто. Не получится, даже если, наверное, очень захочет. В следующем году исполнится 120 лет со дня рождения композитора. К юбилею планируется выход еще одной картины. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.